Привет, народ. Ну что, не поверите, долетели. И полтора часа сидели, ждали еще. Кто-то опоздал, кто-то остался в Мариоте, может, снимали вещи, сгружали вещи. То есть в итоге, спустя 20 часов, мы приземлились в Кракове. Тут нас встречает точно. В общем, все покажем, все расскажем. Спасибо за лайки, подписки. Поехали. Вот уже сели, едем. Такая машинка огромная, прям семейная. Такой Краков встречает нас дождиком. Небольшим был ливень, когда садились. Ну ничего, сейчас доберемся до отеля. Где-то это, сказали, будет стоить больше 20 евро. Но у нас каких-то особых вариантов нет. У нас только багажа, что ходить искать автобус и все остальное как-то, ну, честно, не алё. Ну вот, сейчас приедем, все расскажем. Народ, мы на рецепции. Вот рецепция, портал Хаус Отель. Чемодан, милая девушка нам уже помогает. Все, сейчас нужно толкать как-то. Вот такие вот современные здесь. О, здесь круто лифт. Давай. Сейчас мы будем лифт заталкивать. Смотрите, в Кракове все эти, все, все ступенечки. Вау, этот дворик здесь классный. Классный. Спасибо. Короче, едем на третий этаж. Нам дали ключ. Тут не карточки, тут ключи. Это Краков. Такой старый дом. Да, в общем. Все еще красиво, но очень темно. Лил дождь, мы как-то так все ощущаем. Ну, ночью приезжали. Из жары все стынет, дождь в Европу. Ну, вообще круто, конечно. А почему тут двери не открываются? О. Блин, что делать? А мы еще не доехали. Подожди. А, мы еще едем, да? Капельки пришла. Ну, все. Двери открылись. А теперь еще надо пройти. Ну, елки-палки, блин. То есть, вы понимаете, как она подавалась. Пока сейчас я подвожу это. Давай, Наташ. Давай, Чикаран. Я его вытащу. Вот, такси нам обошлось где-то в 109, 109 злоток. Да. Ой, смотри, какие часы. Прям вообще красиво. Ну, мы такси брали, аэропорт такси. Это дорогое, я так понимаю. Да, но у нас просто варианта не было. Мы устали очень сильно. Уже как бы. Так, давайте мы когда спустим, я снова включу видео. А то будет очень смешно. Будут ступеньки, пеньки, пеньки. А ключ пока. Народ, там, 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 там. Ключ. У нас пока есть. 7,2. А, 7,4? И этаж третий. Подожди, 7,2. А вот сейчас. Этаж третий, вот. О, класс. Ну, что, мой чемоданчик здесь. Здесь, кстати, народ, лайфхак. Медьте свой чемоданчик. У меня тем более новый. Вот, пленочку обернули. Пометили зелененьким. Сразу его увидела. Ну, и, конечно же, самый главный лайфхак. То, что вы должны чемоданчик хорошо обернуть. И его сфотографировать. Это обязательно. Потому что при потере багажа. Как Наташа тут старается. Я пока это, да, я пока рассказываю. При потере багажа у вас попросту его писать. Вы просто покажете фотку. Все будет как-то попроще. Так. Ну, что, Наташки. Иди к Наташу. Вот, Наташа. Так, 7,2. Ну, красота какая. Такие деревья деревянные. А, тут люди еще, возможно, спят, кстати, уже. Спасибо за свет. 7,1. Очень рекламировали этот отель. Говорили, прям шикардосный. Так. Сейчас посмотрим. Так. Ну, что-то я не попадаю, я. Наташа, давай зайдешь. А потом мы уже покажем номер. И потом уже принесем все вещи. Так. Запах приятный. Магия, магия должна случиться. Я не знаю. Ну, хороший. Хорошо. Ну, свет скучит, тогда, чтобы мы зашли. Да, я не знаю. Ага. Все. Ну, захожу. Вот такая магия. А запах такого дерева вкусного. Боже, народ, запах очень классный. Ну, давай. Кофемашина есть? Чего? А вы кофемашинкой. Ничего. А, можешь двери подкрывать? Давай обзорочку сделаем уже. У меня никто там не стащит наши вещи. Запах, народ, ну, такого реально приятного, вкусного дерева. Он действительно новенький. Отзывы там 9,2, 9,4 на Букинке. Это очень круто. Что здесь еще? А вот даже кофе даже есть. О-о-о. Ой, сейф есть. Сейф есть. Пледик. Пледик. Спасибо им большое, что пледик есть. А это уже другое, да? Потому что прохладно. Не представляете, 13 градусов сейчас. Это вообще что-то. Так. Коврик, два стульчика. Ой, дерево какое. Слушайте. Очень классно. Для чемоданчика эта штучка. Такое. В смысле? А, это все классно, да? В смысле? А, тут это есть. А там написано, цены что-то не очень дорого. Ну, конечно, как бы. Ага, ну все забито. Ой. А знаете, как мы делали, когда мы путешествовали в Болгарии со своей футбольной командой. Мы пили из холодильника, а потом покупали и такое же ставили. Вот такой обход. Вот такой. Ну, мы успевали как-то. Мы днем пили, а вечером ходили, по-моему. Так, непонятно, что здесь. А, домик, домик. Домик напротив. Даже есть, смотрите, кондиционер. Слушайте, ну очень современный. Какой-то такой он, я не знаю даже, что сказать. Какой-то такой. И давай же покажем. Давай покажем еще. Вроде неплохо. Покажем еще. Вот чисто вообще. Ты посмотри. Такое впечатление, что он... Мммм. Так. Так, вот полотенце. Раз-два полотенца. Дальше висит ножное полотенце. Висит два полотенца вот таких. Есть всякие гели, штучки. Алоэ. Фен Валера, Наташа. Он вернулся. Потому что Наташа обошла. Вообще, это фен Валеру в котик-яре. Да, это фирма. Боже мой, но если Валера с нами, это просто будет. Ну, вот такое душевое народное. Вот такое. Отлично. Слушайте, это круто вообще. Главное, что этот отель буквально в 5 минутах ходьбы от центра города, от всех досок. Да, он сам центр. Да, он сам центр города. Но проблема в том, что сейчас какие-то такие липни передаются. То есть мы когда бронировали, ну мы не знали. Мы надеемся, что мы выйдем, покажем Краков. Мы уже долетели. Кстати, я уже куртку одела. Свитер, кофта, да, украинская куртка. Наташа тоже в куртке. В общем, выйдем, все покажем. С вами походим. Все, всем спасибо. Будем разбирать немножко вещи. Будем ложиться спать, отдыхать. Вот такие у нас получились огромные видео. Спасибо Визеру, конечно. Как бы мы контент делали без Визера? Ты мне не дала договорить про Валеру. Как обычно. Валера это фирма, которая делает все вот такие вот вещи для отеля. Я поняла уже. Ну, Валера, прекрасно. Да, Валера. Наташа всегда сушилась Валера и говорила, ах, Валера. В общем, Феда, Валера с нами. Вы с нами. Спасибо вам большое. Как красиво на камеру смотрится номер вообще. Как дома. Уютно. Да. Супер. Ну, мы в группе, мы дома. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok